Сегодня мы разберем с вами очень важное понятие, которому зачастую уделяют незаслуженно мало внимания, а именно дистанцию. Нет-нет, не путайте с перемещениями. Дистанция это расстояние между нами, а перемещение способ, которым вы его преодолеваете. Преодолевать-то умеют все, а что с дистанцией? Штука в том, что любой ваш прием работает только на определенной дистанции, но на других он не будет эффективен. Вы хотите простой пример? Если я делаю выпад с уколом с трех шагов до противника, я вполне могу по нему попасть. Но если ты стоишь нос к носу, я не дошку выпада сделаю. Я уколов-то его вряд ли смогу. Таким образом, чтобы хорошо проводиться выпада, мне нужно идеально контролировать дистанцию. Это относится к любому приему. Какие виды дистанции бывают и как из них работать, сейчас будем разбираться. Погнали! Прежде чем мы с вами продолжим, хочу отметить один очень важный момент. Эти понятия универсальны для любого вида оружия. Неважно, нож у вас в руках, шпага, сабля или двуточный меч. Дело в том, что мы будем мерить расстояние до него, то есть дистанцию, не по количеству метров, а по отношению острияншего клинка к его корпусу. А теперь продолжаем. Клинч. Дистанция, когда я могу рукой достать до корпуса моего оппонента. Казалось бы, зачем вообще в боевом искусстве для задачи отстать оппонента клинком с максимальной дистанции, нужен клинч. Сейчас разберемся. Первое. Мощная сокрушительная атака с проходом в ближнюю зону, где я умею работать и пытаюсь смести своего противника агрессивным напором. И второе. Сближение с оппонентом после моей атаки с целью не дать ему возможности контр-атаковать. Ну и есть еще вариант, когда два новичка, которые не умеют контролировать дистанцию, столкнулись лбами в атаке. Его мы рассматривать не будем. Нужно знать, что такое клинч, и нужно уметь из него работать, и в первую очередь уметь из него выходить. Но не уделяйте этому практическому приему слишком много внимания. Это просто способ, которым вы можете победить в бою один или два схода, но выходите в фертование не для того, чтобы без конца толкаться локтями. Какая-то дистанция. Это дистанция, на которой я могу достать острием оружие до корпуса своего оппонента без движения ног. Это дистанция, на которой происходит самая активная работа. И не имеет значения, на каком оружии вы сражаетесь. Это всегда самая агрессивная дистанция и самое разнообразное фертование. Короткой дистанции важно уделять очень много времени на тренировках. Во-первых, это самая частая дистанция среди новичков и бойцов среднего уровня. А во-вторых, в силу своей механики, именно она лучше всего дает понимание того, как в бою пользоваться. Именно клинком. Средняя дистанция. Это дистанция, на которой я могу достать до своего оппонента острием клинка только с шагом передней ногой, но не отрываясь за ним. В первую очередь, средняя дистанция используется для того, чтобы чистой атакой издали попасть по оппоненту. Также средняя дистанция используется для активной разведки, когда я финтами и перемещениями, пытаясь найти слабые места в стиле оппонента и воспользоваться ими. Также, как и короткие дистанции, средней дистанции нужно уделять основное внимание на своих тренировках. Средняя дистанция – это возможность включить голову, добавить к фертованию тактику и перемещение. Если ты не освоил среднюю дистанцию, ты не можешь называть себя хорошим фехтовальщиком. Пока ты не умеешь ее использовать, ты просто влетаешь в своего противника и дерешься с ним. Это, от них, не то, чем мы занимаемся. Длинная дистанция. Это дистанция, когда я могу достать до своего оппонента, только сделав шаг задней ногой. Первое, для чего используется длинная дистанция – это для неожиданной прорывной атаки сопережения. И второе, это попытка резким движением спровоцировать противника на встречную атаку и в последний момент вынуть у него преимущество. Так же, как и клич, длинная дистанция является скорее тактическим решением в арсенале бойца, чем фундаментальной основой его стиля. Однако, если вы хотите побеждать на турнирах, вы обязаны быть используя длинную дистанцию. Всеми способами, иначе настоящих высот фертований вам не видать. Итак, формула изучения техники на дистанциях такова. 40% посвящаете изучению работы на короткой дистанции, 30% на средней, 20% отдаете длинной дистанции, 10% меньше всего клинчу. Как я уже говорил в начале, вне зависимости от того, какой стиль вы изучаете, или какой школе или традиции принадлежите, общие константы в понимании дистанции и назначения каждого из них одинаковы. Изучайте все и будьте сильными фехтовальщиками. С вами был спортивный пункт Золотой Сокол, город Челябинск. Продолжение следует...